добрый день на сегодняшнем уроке мы продолжим нашу работу с ошибками меня просили разобрать базовое движение которое связано с подъемом ноги и это то движение которое показывает или оценивает как вы можете стабилизировать таз и это профилактика для боли в спине в одном как бы из вариантов того что может быть итак ложимся на спину почувствуйте свое тело ощутите пятки почувствуйте заднюю поверхность ног ягодицы все спину грудную клетку лопатки плечи внешнюю сторону рук ваши кисти шею затылок и теперь для первого движения сгибаем ноги в коленях пятки на уровне седалищных бугров руки кладем на подвздошные кости причем опускаемся от талии вниз нам нужно упереться непосредственно в кости первое упираемся в кости отпускаем плечи и делаем первое движение мы мягко прогибаемся в пояснице помним что двигается и таз и грудная клетка мягко возвращаемся назад без усилий никакие мышцы не подключаем теперь наоборот сокращаем мышцы живота взгляд на брови руками мы оцениваем движение таза нет ли раскачивания нет ли смещения отлично и теперь наша задача сократить мышцы живота не обязательно прижимать поясницу важно сделать так чтобы ваш таз оказался стабильным чтобы он не двигался и мы на выдохе начинаем очень медленно отрывать стопу от пола удерживая таз мышцы живота собраны мягко отрываем стопу именно вот медленно и не спеша и опускаем ее вниз и в конце расслабляемся контролируем таз основные ошибки которые проявляются в этом движении первое это быстрое движение отрыв ноги когда незаметно качок таза который происходит в этот момент то есть сократили и сделали очень быстрое движение и в этом движении быстром кажется что таз стабильным что он не двигается иногда чаще всего это ошибка имеет смысл сократить мышцы живота и начать движение если тяжело оторвать всю подошву сразу целиком потому что много мышц включается вот именно представьте что надо оторвать только на сантиметр и этот сантиметр отпустить и расслабиться еще разочек сократили оторвали подошву только на сантиметр вот это хороший критерий как стабилизируются мышцы и вот здесь проявляется ошибка которая очень часто есть при отрыве стопы таз начинает катиться в сторону ноги которую мы отрываем это первая ошибка которая бывает и который имеет смысл как бы убрать и что здесь можно сделать если тяжело отрывать подошву начните просто стопа и начните отрыв с пяточки то есть очень легко и комфортно это гораздо легче чем сразу отрывать целиком всю подошву вторая ошибка в момент подъема резко выключается поперечная мышцы живота увеличивается внутри брюшное давление и происходит такое выталкивание живота это вторая ошибка которая бывает то есть мы сократили мышцы живота мы медленно начинаем отрывать и мы контролем тус первое что нужно убрать это движение таза второе это подъем живота отпускаем вниз в этом же блоке есть третья ошибка когда подключается противоположная нога она начинает давить на пол для стабилизации таза и кажется что в принципе это таз не двигается но он не двигается еще за счет того что мы заблокировали тазобедренный сустав и напрягли противоположную ногу делаем еще разочек контроль живот первое у нас отрывается контролируем таз подошва следим за животом и убираем максимально напряжение с противоположной ноги отлично следующий кусочек который является часто ошибкой идет подъем грудной клетки или плечей вверх для стабилизации это те мышцы которые помогают вам застабилизировать корпус хотя это не функция не хватает мышцы силы которые должны выполнить эту работу еще разочек сократили руки контролируем или на крыльях таза или если комфортно можно поставить на подвздошные кости чтобы вы могли осуществить контроль мягко на выдохе и вот здесь вот движение в плечах и в грудной клетке преднатяжение появится это не значит что она будет мягкая у нас включается целая цепь но не будет никакого подъема и изменения положения вашего тела да то есть это должно остаться базы и еще одна ошибка которая бывает это давление затылком в пол то есть тот момент когда не хватает мышц мы начинаем давить затылком в пол для того чтобы застабилизировать через шею свой таз и заключительная ошибка такая базовая которая тоже очень часто проявляется это когда перестаем дышать то есть для того чтобы сделать движение у нас происходит фаза натуживания мы вдохнули и создав опять же увеличение вроде стабилизации в этой области мы начинаем подымать ногу и обязательно проверьте на противоположную сторону особенно если вы испытываете боль в спине и теперь вот эти маленькие движения выпрямляем ногу и чувствуем если мы сделали все правильно то нас расслабилась вся половинка тела которая участвовала в подъеме так как у нас тазобедренный сустав очень сильно привязан к височно-нижнечелюстному то вы даже можете почувствовать что если вы положите руки на мы щелки то движение головки нижней челюсти будет гораздо комфортнее больше именно с той стороны где мы поработали качественно с тазобедренным суставом не подключая ничего другого кстати еще одна из ошибок это сжимать зубы напрягать губы в момент вот этого силового проявления представьте маленькое движение маленькая проба но сколько много нюансов мы можем взять в каждом маленьком движении надеюсь что урок был полезен и встретимся на следующих уроках и и и и и и и и и